Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как на широкой дороге не смогли разъехаться два автомобиля. Лоб разбил, порезал сильно. Лада наполовину залетела под газель. Расскажем, какой вердикт вынесут за убийство инвалида. Он уже мне прямо сказал, что меня хотят убить. На скамье подведемых его бывшая жена и ее любовник. И как покупатель наркотиков тут же сдал продавца полицейским. Где вы их приобрели? Когда? На каких? У Сарикслава на сегодня. У кого? У Павлова. Это не только в ближайшие 10 минут. Пассажир Лады Гранта оказался в больнице в результате аварии возле Кремлевской дамбы. Легковой автомобиль, в котором он находился, на полном ходу залетел под грузовую газель. Основная сила удара пришлась как раз на правую пассажирскую сторону легковушки. Слават Мухмадуллин попытался выяснить, почему попутные автомобили не смогли разъехаться на широкой дороге. Лоб разбил, порезал сильно. У наших сознаний это был человек? Да, сознание нормально ходил. Сразу после столкновения оба участника аварии вызвали на место бригаду медиков. К тому моменту пострадавший истекал кровью. Осмотрев молодого человека, врачи приняли решение о его госпитализации. Водители же не пострадали. У обоих были свои версии произошедшего. Его подрезали. Он ушел влево на мою полосу. А я уж догнал его. Хотел влево уйти, тоже влевее. Там уже поток шел. Я бы не... Ну и вот так получилось, что въехал. До АБС еще такое дебильные тормоза придумали. Они вообще не тормозят. Как машина идет, так и идет. Без АБС был бы я успел тормозить. В том, что газель действительно подрезали, водитель грузовика подтвердил. Но мужчина уверяет. Он не перестраивался. Остался на своей полосе. Потрезал, я притормозил, у меня *** заехал. А, значит, вы торможите, и вас удар подрешется? Да. А вы не выворачивали руку? Нет. Я приправа? Да, вот сыры у меня есть. Учитывая, что никто не спешил признавать свою вину, точку в споре должны поставить сотрудники ГИБДД. Степень вины будет зависеть от характера травм полученной пассажира. Салат Мухмадолин, Айрат Назипов, Азат Самиголин, Вызов 112. Три человека погибли и еще один госпитализирован. Сегодня в 15 часов дня в Рыбно-Слободском районе на 921-м километре трассы Москва-Уфа столкнулись Ford Focus и грузовик. По предварительной версии, возле села Большой Машляк водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом. На место выехали все экстренные службы. Помощь медиков понадобилась одному из пассажиров иномарки. Сотрудники МЧС извлекли его тело из машины и передали врача. Водители двое других пассажиров Ford'а скончались на месте. Дальнобойщик не пострадал. Удар был такой силы, что от легкового автомобиля осталась груда бесформенного металла. Не поделили перекресток. Мазда 6-й модели и Лада 10-й модели столкнулись на пересечении улиц Вассани и Кулахметова. По предварительной версии, один из водителей хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Только вот кто именно, водители сами так и не разобрались. Рамиль Шайдулин продолжит. Я с Левченко, с стороны Левченко ехал, на зеленый. С стороны Левченко. Да, и тут вот это Мазда. Он комментирует то, что будто я на красный. Водитель Лады рассказывает, ехал с улицы Васильченко в сторону Кулахметова. Направлялся на работу. На пересечении с улицы Восстания в левый бок его автомобиля врезается Мазда 6-й модели. Говорит, удар был такой силой, что иномарку развернуло. Отечественный автомобиль потерял способность передвигаться самостоятельно. Основной удар пришелся в переднее левое колесо. Причиной считает нарушение правил движения водителем Мазды. По его словам, иномарка выехала на перекресток на красный и на большой скорости. Он утверждает, что он, конечно же, на зеленый трогался. То есть не трогался, а ехал. Может, маневр завершал, я не знаю. А вот второй участник аварии, водитель иномарки, утверждает, что именно он на зеленый сигнал светофора только начал движение. Рассказывает, ехал домой по улице Восстания в направлении Горьковского шоссе. Ничего не нарушал, выезжая на перекресток. И не успел среагировать, когда перед ним выехала Лада. Считает, что столкновение произошло по вине водителя отечественного автомобиля. Если бы, как вам по его словам, если бы он только трогался зеленого, на зеленом, вот такого его бы не развернуло просто. Они просто легонечко задели бы друг друга и все. Подоспевшая на место ДТП группа поддержки водителя отечественного автомобиля также встала на сторону своего друга. Они не могли поверить, что на маленькой скорости автомобиль может развернуть на 120 градусов. Уверены, если бы водитель иномарки выезжал на зеленый, он бы не успел набрать скорость и машины бы только чуть-чуть задели друг друга. А в машине бы один были? Нет, вдвоем. Вдвоем? Пострадавших нет? У вас все хорошо? Я только головолюб. Водителю отечественного транспорта понадобилась медицинская помощь. Он жаловался на головную боль. В итоге у мужчины за рулем база диагностированы сотрясение головного мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. А его пассажир и водитель иномарки не пострадали. Сами участники ДТП твердо стояли на своих версиях причин произошедшего. При этом один из водителей утверждал, что видеорегистратор очевидца записал все произошедшее. Приехавшие на место автоинспекторы сделали вывод, что вполне возможно на красный свет выехали оба водителя. На этом перекрестке это вполне возможно. Рамин Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Верховный суд Татарстана вынес приговор любовникам 38-летней женщины и 27-летнему мужчине, обвиняемым в убийстве инвалида, бывшего мужа подсудимой женщины. Напомним, преступление произошло в конце августа минувшего года. Как доказало обвинение, женщина, поссорившись со своим бывшим мужем и одновременно сожителем, попросила любовника его убить. Еще до трагедии погибший догадывался о таком исходе, но его словам не придали особого значения. Историю от начала до конца расскажет Айрат Назипов. На судебном заседании присутствовали как родственники обвиняемых, так и брат убитого. Последних слов и рассказал, что за два месяца до трагедии Рушан Рахимов говорил ему о возможной расправе. Когда последний раз я к нему приезжал, продукт питания привозил, родители передали. Он уже мне прямо сказал, что меня хотят убить. Я говорю, да брось ты, кто тебя убит. Я врагов-то нету. Но он не сказал, что кто что. По рассказам Иры Карахимова, его брат был инвалидом, но при этом мужчина мог ходить и ухаживать за собой. До 2015 года он был в браке с подсудимой, но затем супруги развелись. Вскоре Рушан стал жить со своей давней знакомой, но по словам родственника, спокойной жизни мешала бывшая жена. Женщина регулярно давала о себе знать. Она уже начала мутить, всякие смс-ки слать Наташе и ему. Ну я вашу семью, я его все равно развалю. Если по-хорошему, то она уж пыталась дом ведь поджечь. А так как дом был обработан этим противопожарным, дом не загорелся. Спустя время Ильгиза Рахимова вместе с детьми вновь вернулась в дом, к бывшему супругу. В августе минувшего года сожители поссорились на почве жилья. Тогда, по версии обвинения, женщина решилась на преступление. Она поехала к своему 27-летнему близкому знакомому Вадиму Гришину и предложила убить сожителя. Вооружившись металлической арматурой, они приехали домой к потерпевшему, где Гришин нанес ему несколько смертельных ударов по голове. Отвела сына на второй этаж, потом позвала подсудимого Г в дом, вручила ему металлическую трубу. После нанесения ударов металлической трубой потерпевшему, она помогала найти пакеты, чтобы замотать голову потерпевшего, чтобы крови не было. Тело они вывезли к садовому обществу, где располагалась дача бывшей сожительницы погибшего. Позднее там его нашли случайные прохожие. Орудие убийства и окровавленное постельное белье выбросили в поселке Дербышки. На протяжении всего процесса подсудимые часто меняли свои показания. Гришин свою вину сначала отрицал, а потом признал. Рахимова свою вину признал лишь частично. При этом женщина всячески пыталась избежать уголовной ответственности. От уголовной ответственности уйти не удалось. Верховный суд приговорил Ильгизу Рахимову к 8 годам и 9 месяцев исправительной колонии общего режима. И Вадиму Гришину назначил 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. У бывших супругов остались дети 13 и 15 лет. Сейчас будет решаться вопрос об их опекунстве. Айрат Назип, Фадат Самигулин, вызов 112. Купил наркотики и выдал продавцам. Полицейские казани задержали 27-летнего жителя Воскогорского района. Он оказался в руках оперативников возле одного из домов по улице Гаврилова. По версии полицейских, молодой человек сбывал запрещенные травы. Кому и в каком количестве, расскажет нафиса Минязова. Это что за наркотические? Мориклана. Где вы их приобрели? Когда? При каких? Мориклана сегодня. У кого? У Павла. Парня по имени Павла, да? Да. Этот молодой человек стал обладателем пакета марихуаны за 3000 рублей, но что-либо с ним сделать не успел. В день покупки парня задержали оперативники. Им он и рассказал обо всем, что знает. Где, у кого и за сколько приобретал товар. Вскоре полицейские вышли и на самого продавца. Отпираться ему уже не было смысла. Что за трава? Растущая дикорастущая. Какая дикорастущая? Есть название у него? Что такое дикорастущая? Для чего? Вот, видите, уже как. Полицейские установили, что мужчина причастен к сбыту более 66 граммов марихуаны. Еще порядка 34 граммов наркотиков у него изъяли по месту жительства в частном доме в Высокогорском районе. По фактам изъятия наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в крупном размере. На время следствия в отношении задержанного избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова